Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор от компании Тик Минус и я, Артур Дедовин. Одна из причин бычьей реакции на взгляды ФРС в прошлую среду, в результате которой доллар укрепился, а доходность облигаций выросла, стали неоправдавшиеся ожидания нового гибкого количественного смягчения. Скачок спреда между ставкой по федеральным фондам и ставкой по резервам до 15 базовых пунктов и последующий выброс ликвидности через операцию РИПО считались достаточным основанием для запуска программы количественного смягчения новой, чтобы вернуть резервы на уровень, где ФРС имеет нормальный контроль над рыночной стоимостью заимствований. Кстати, для полноты понимания, резервы коммерческих банков ФРС, то же самое, что текущие, что клиентов, обычных клиентов в коммерческом банке, по которым банк при этом начисляет проценты. Клиенты, то есть банки, представленные перед двумя альтернативами, это одалживать средства на рынке другим банкам или держать депозит в ФРС. Собственно, изменяя процент по депозитам, ФРС, по идее, должна контролировать рыночную ставку, так как средства всегда перетекают туда, где выгоднее. Что любопытно, если построить график функции, где аргументом будут резервы, а значение функции будет как раз таки этот спред, то есть разница между ставкой по федеральным фондам и ставкой по резервам, то получается, что ФРС потребуется как минимум 400 миллиардов долларов новой программы количественного смягчения, чтобы вернуть этот спред примерно на уровень 0, то есть нормализовать спред. На графике видна четкая зависимость между резервом и возможностью контролировать рыночную ставку, то есть удерживать этот спред около нуля или около нуля. И очевидно, что чем ниже резервы банка, то есть как следствие отката программы количественного смягчения, тем меньше будет возможности организовать для банков переток ликвидности на свободный рынок, то есть начать одалживать средства, чтобы подавить рост рыночной ставки в случае депицита ликвидности. Что и произошло бы на прошлой неделе, когда наблюдался взрывной рост ставки РИПУ, а также расширение этого спреда. Оценивая регрессию данного спреда по резервам, можно сделать вывод, что чувствительность рыночной ставки к резервам подтверждается эконометрически. Р квадрат модели – это объясняющая способность наставляемую целую 90, и это является очень высокой объясняющей способностью модели. То есть это говорит о том, что в случае, чтобы контролировать рыночную ставку в рамках текущей модели, при которой ФРС оперирует большими объемами резервов на своем балансе, то скорее всего нужно будет вновь увеличивать активы на балансе, а с ними будут увеличиваться и резервы. Можно обратить также внимание на квадратичную зависимость в данной модели. Это говорит о том, что контроль над рыночной ставкой, то есть увеличение этого спреда, контроль ухудшается быстрее, чем сокращается резерв. По итогам заседания сентябряского стало ясно, что ФРС пока не собирается возвращаться сразу к количественному смягчению, так как напротив ставка по резервам и по обратным РИПО были снижены. Глава ФРС Пауловых также заявил, что ФРС будет использовать лишь временные интервенции на рынке РИПО, как было сделано на прошлой неделе Федеральным надземным банком Нью-Йорка. Это будет сделано в ближайшем будущем, и так ФРС будет пока что бороться с дефицитами на Межбанке. В то же время Пауловых обнадежил заявление о необходимости органического роста баланса активов, причем раньше, чем предполагалось, и это будет обсуждаться уже в сентябре. И, другим словом, хоть явная количественная смягчение, новая программа количественного смягчения не была объявлена в сентябре, и в процессе подготовки сейчас ФРС определяется такими примочками в виде временных операций реформ, он может склониться к этой опции в ближайшем будущем будущем. Такие ожидания обязаны держать доллар в области идеи, и поэтому в предновогодний период перспективы укрепления доллара остаются весьма сомнительными. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.